Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и это разбор партии Тимура Раджабова против Айхарда Раппорта из шестого тура турнира претендентов в Мадриде. Что ж, Тимур пока играет на турнире неудачно, он стоит на отметке минус один, и пока партии ему явно не складываются, Айхард Раппорт играет довольно творчестве, как же партия у него боевая, но поэтому он никак не может размочить счет своих побед. И вот очная встреча, Тимур Белый начинает ходом Е2-Е4, и Раппорт вновь выходит в сицилианскую защиту. Вариант Паульсина с ходом К6, эта позиция уже встречалась в предыдущем туре против Круаны, и тогда Фабиано здесь сделал ход Ж2-Ж4. Довольно редкое продолжение, разбор этой партии есть у меня на канале, вы можете посмотреть его по всплывающей ссылке. Ну а в нашей с вами встрече Тимур Аджабов избирает более ходовой ход, он разменивает коней на поле С6, Айхард забирает пешкой к центру, и Тимур выходит ферзем на Д3. Главная идея этого хода в том, чтобы следующим ходом перевести ферзя на поле Ж3, где он прицеливается к пешке Ж7, и тем самым держит на привязи слона Ф8, не давая этому слону войти в игру. Такое довольно хитрое продолжение, однако Айхард был к нему хорошо готов, и он играет Х7-Х5 с идеей движением крайней пешки, сбить белого ферзя с хорошей клепки. Тимур пока не допускает этой идеи, но тогда черные прорываются по центру, играют Д4, Конь вынужден отступить обратно на поле В1, чтобы в будущем иметь возможность таких вот маневров, и Конь Ф6 атакует центральную пешку. Что ж, белый продвигает пешку на Е5, и Конь Е4, белый ферзь все-таки попадает под копыта черной лошади, а вот после отступления ферзя у этой самой лошади есть некоторые проблемы с ходами. Однако ферзь Д5, Раппорт играет максимально агрессивно, не только защищает лошадку, но еще и нападает на белую пешку. Белые усиливают давление на коня, следует шаг слоном. Хитрое продолжение, если здесь сыграть С3, закрываясь от шаха, то черный забирает пешкой и грозит взятие на Ф2 со вскрытым шахом, поэтому надо делать рокировку, и после этого Конь С5 и черные даже перехватывают инициативу. Поэтому Теймур на шах просто отступает королем на соседнюю клеточку, и здесь уже Конь на поле Е4 находится в серьезной опасности, поэтому Ихарт играет Ф7, Ф5. Не хочет он отступать этим конем на взятие. Все-таки приходится отступить. И вот что самое интересное, на доске крайне разбалансированная позиция, но тем не менее все это уже встречалось. До этого хода соперники следовали партии Максима Вашхилограва против Яна Непомнящего, которая была сыграна в Рапиде Загребе. И в той партии Максим сделал ход С2-С3, слон вступил на С5, последовал шах, Конь вышел на Д2, размен на поле С3, Ян смело продвигает центральную пешку, белые отвечают тем же самым, размен на ферзи, и возникла следующая позиция. Соперники довольно долго ее играли, но никто не смог склонить чашу весов в свою сторону, и партия на 61 ходу завершилась в ничью. Но в нашей с вами встрече напоминаем, что Вашхилограв играл здесь С3, ну а Теймур делает более напрашивающийся ход, объявляет шах черному королю, и король Раппорта смело идет вперед. Король Д7 пытается король вскрыться на ферзевом фланге. Слон Ж5 играет Теймура Джабов, и этой позиции Раппорт впервые за партию надолго задумался. Дело в том, что Слон Ж5 явно не сильнейший ход. Движки рекомендуют здесь ход С2-С3, и я уверен, что Раппорт в основном готовился к этому ходу. Далее черные должны разменять ферзей, побить на С3, и возникает такое сложное окончание, все-таки с минимальным перевесом у белых, но я думаю, что Раппорт здесь проанализировал все, что можно, и был хорошо готов к разыгрыванию данной позиции. А вот ход Слон Ж5 заставил его думать за доской, и надо сказать, у Раппорта это неплохо получается. Он играет ладья Ф8, теперь грозит уже отскок коня на поле Ж4, и пешка на Ф2 окажется в серьезной опасности. Белые пока играют С3, атакуют слона, слон вступает на Д6. Но здесь может было белым перейти к более-менее знакомым позициям, разменять ферзей на поле Д5, и побить на Д4, вывесовывается структура из французской защиты, и здесь черным надо играть максимально точно, чтобы не получить хуже, они должны сыграть ладья Б8, нападая на пешку, и на ход Б3, ладья Б4. И оказывается, что белые просто не успевают защитить свою центральную пешку, поскольку плохо отступать слоном на Е3 из-за скачка коня на Ж4, потом ход А5, слон подключается через поле А6, и у белых здесь серьезные проблемы. Ну а так, что черным удается забрать пешку Д4, и они чувствуют себя вне опасности. Однако Теймур не хочет переводить игру на французские рельсы, вместо этого он забирает центральную пешку, все-таки пытается воспользоваться ослабленной позицией черного короля, и Раппорт забирает пешку Ферзел, несмотря на то, что его король в центре, он вскрывает смело центральные линии, и теперь вновь грозит прыжок коня на поле С4. Надо сказать, что защититься от этого хода можно единственным способом. Например, плохо играть конь С3, из-за конь Ж4. Теперь уже пешка Ф2 в серьезной опасности, на ход ладья Д1, просто забираем на Ф2, и взятие конем с страшной вилкой черный выигрывает. Поэтому единственный ход в этой позиции это Ферзь С3, и Теймур Аджабов находит это продолжение. Шах на Д1, белые закрываются Ферзем, размен Ферзей, и ладья Б8, просто нападая на пешку Б2, однако выясняется, что защитить эту пешку для белых очень непросто. Немедленно проигрывает ход Б3 из-за слон Е5, и ладья не может уйти из-под нападения. Ну а ход слон С1, защищая пешку, выглядит как какое-то антиразвитие. Черные могут просто, например, опять сыграть, потом слона на поле А6 вывести, и у них здесь большой перевес. Поэтому Раджабов просто жертвует пешку на Б2, но развивает свои фигуры. Выводит коня, переводит коня на поле С4, здесь следует шах, король А5 возвращается на Ф1, и очень сильный ход от Аихарда. Конь G4. Аихард готов оставить ладью под боем, но вот на взятие ладьи последует взятие на Ф2, потом черный отыграет коня на поле Б2, и несмотря на то, что у них нет качества, за это у них целых две пешки, и страшная атака на белого короля. Грозит, например, шах с поля С5, и белым здесь нужно играть максимально точно, чтобы не попасть в тяжелую ситуацию. Пока что позиция объективно равная, но видно, что инициатива на стороне черных. Поэтому Теймур отказывается от взятия ладьи, и вместо этого уводит пешку из-под боя ходом Ф3. Все равно следует ладья Ф2, шах, король уступает на Ж1, и слон С5, готовя отскок ладьи с нападением на короля. Теймур смело забирает коня, ему просто ничего не остается. Шах ладьей, точнее шах от слона. И здесь, конечно, можно было отойти королем на поле H2, тогда черные забирали коня на Т4, ну и ни в коем случае нельзя бить пешку, на это шах, слон Б7, и у черных большой перевес, они хотят сыграть С5, открыть двух мощных слонов, которые будут при поддержке ладей обстреливать позицию белого короля, так что сюда идти не стоит, а самое четкое продолжение это объявить шах ладьей по линии D и потом пожертвовать качество за D6. Таким способом получают двух слонов и достаточно мощную контр-игру против черных ладей. Позиция была бы примерно в рамках равенства. Однако, Теймур находит другое, более спокойное продолжение. На шах белому королю он перекрывается конем, все равно конь теряется во всех вариантах, взятие коня, и король теперь уже отступает на поле H2. Мы видим, что под боем оказалась ладья, под боем теперь слон на поле Е3. Однако, рапорт находит сильное продолжение взятия на G4 и взятие на поле G6. Таким образом, партия перешла у нас в Эншпиль, где у черных две лишние пешки, однако, инициатива перешла уже в руки к белым фигурам. Шах на D1, король отступает, и вторая ладья занимает открытую линию. Мы видим, что черный король максимально скукожен, приходится делать ход слон B7, чтобы освободить королю поле C8. Белый блокирует пешку C, попутно нападая на ладью, и здесь выясняется, что ладья ни в коем случае не может подкинуть восьмой ряд. Стоит ей отойти куда-нибудь в район поле F7, как следует шах отсюда вам. Король отступает, и слон опять. Здесь уже грозит вторжение ладьи на поле D8. Ну а на ход ладья F8 следует ладья D7, и белый побеждает. Поэтому ладья отступает на поле E8, прикрывает восьмой ряд, шах слоном, король уходит на C8, и слон E5 блокирует центральную пешку. Кстати, возможно, это не сильнейшее продолжение, может быть, стоило вернуться слоном обратно на поле C5, но вот ход слон E5 позволял черным активизировать ладью по линии F. Необходимо было рапорту сыграть ладья F8, взять открытую линию в свои руки, ну и, например, на слон G3 ладья выходит на поле F5, дальше она готова либо на D5, либо на B5 перекрывать открытой линии, и черные даже могли бы побороться за перевес, все-таки у них две лишние пешки веншпиле. Но вот ход ладья G4, который делает рапорт, ставит его на самом деле на грань поражения, поскольку теперь уже линия F переходит в руки к белым. Ладья F1 играет Раджабов и готов вторгнуться ладьей на обжорный ряд, и это оказывается просто сильнейшей угрозой. Следует ладья B4, решающая ошибка в парте, черные еще могли спасти положение, для этого им надо было сыграть C5, открывая своего слона и атакуя пешку на поле G2. Ну и главный вариант здесь такой, ладья заходит на F7, забирали на G2, король отступил, черные начинают атаковать слона, белые защищают этого слона ладьей, грозит просто шаг на поле C7, грозит взятие слона на поле B7, ну и самая четкая реакция это пожертвовать качеством, единственный по сути ход, и здесь белые борются за победу, но у черных есть четкий ход C4, и потом слон переходит на E4, где-то он будет поддерживать движение проходной пешки, да, конечно, белые боятся за перевес, у них лишние качества в Энштиле, но все-таки у черных есть определенная контр-игра, и есть шансы спасти это окончание, а вот после хода ладья бит H4, который сделал рапорт, его песенка уже должна быть спета, король просто вступает на G1, рапорт рассчитывал на то, что он сгонит белого слона с этой диагонали, но на самом деле Раджабов как только увидел возможность сделать ничью, он немедленно хватается за эту возможность, он играет ладья F7, разбинивают слоны, ну и здесь после ладья B5 последовало немедленно соглашение на ничью, белые просто делают ничью вечным шахом по полям C7 и D7 так закончилась партия, но как вы понимаете Раджабов здесь очень сильно промелочил, вместо того чтобы немедленно выбрасывать ладью на седьмой ряд, ему следовало сначала отступить слоном на поле H2, сохраняя это животное на убойной диагонали и после этого угроза вторжения ладьи на поле F7 становится просто смертельной, невозможно защититься, не ход E5 не помогает, поскольку здесь ладья заходит на F7 и тоже очень тяжелая ситуация, можно попробовать ладья D8 и потом перебросить ладью на поле D2, белые выигрывают фигуру, но черные атакуют пешку, забирают пешку на G2, мы видим, что слон контролирует поле H2, поэтому никаких вечных шахов белому королю нет, черные съели все, абсолютно все белые пешки, но вот после хода слон D6 им остается только сдаться, поскольку грозит шах ладьей с поля E7 и потом вторая ладья матуют с поля B8. Такая вот интересная партия, буквально один ход отделял Раджабова от победы, надо было просто отступить слоном на H2, сохраняя все угрозы и тогда бы уже не смог ничего сделать Рихард Раппорт. Редактор субтитров